Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Мишутка и лесная сказка ждут ремонт. Праздник на родине великого композитора. Сводка криминальной обстановки в городе. Как день защиты детей отметили особенные дети. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Смоленская область показала наилучшую динамику развития инвестиционного климата среди регионов России. Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Область поднялась сразу на 49 позиций. Цель исследования, проведенного агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, оценка усилий органов власти всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса. Проекты «Росатома» социально направлены, и они работают, чтобы улучшить эстетические и бытовые условия жизни атомных городков. В этом году в рамках проекта «Гражданин страны Росатом» выделены средства на ремонт фасадов детских садов «Мишутка» и «Лесная сказка». Так, концерн откликнулся на обращение родителей. На протяжении многих лет родители обращались во все инстанции с просьбой обратить внимание на аварийное состояние фасадов детских садов «Мишутка» и «Лесная сказка». Дело сдвинулось с мёртвой точки после рабочих встреч главы города Андрея Шубина с коллективами детских садов. Ему передали обращение родителей и педагогов. И весной 2017 года совместным решением руководителей концерна «Росэнергоатом», Смоленской атомной станции и администрации города средства на ремонт фасадов были выделены. Вопрос о фасаде, конечно, мы самостоятельно не сможем решить. Поэтому наши обращения были и к концерну, и к атомной станции. И вот сейчас мы можем с радостью сказать, что мы ожидаем благотворительную помощь от концерна «Росэнергоатом» на ремонт фасада. В мае 2017 года, когда на встрече новый глава администрации Шубин Андрей Николаевич присутствовал, он как бы сказал, что этот вопрос решается с атомной станцией и должен решиться положительно. Родители воспитанников этих детских садов сразу же отметили, что на их беспокойство о безопасности жизни детей обратили внимание руководство концерна атомной станции администрации города. Нам поставили в этом году новый забор. Он очень красивый, очень красочный, очень радостный для наших детей. И внешний вид детского сада должен соответствовать нашему забору. Мы бы очень хотели, чтобы лесная сказка не только внешним фасадам соответствовала и безопасностям, но и украшала наш город. При встрече пришел к нам новый глава муниципального образования. Он сказал, что проблема, возможно, решится. И мы очень этому рады. Мы хотим сказать большое спасибо. Если наши проблемы решатся, мы будем очень вам благодарны. Дети и родители детского сада «Мишутка». Ремонтные работы скоро начнутся, и мы с вами обязательно будем следить за тем, как преображается внешний вид зданий. Губернатор области наградил лидеров регионального осмотра конкурса на звание лучшей уполномоченной по охране труда по итогам 2016 года. На церемонии награждения представители общественного контроля по охране труда передовых предприятий и организаций области имена десногорцев звучали четырежды. Звание лучших удостоены инженер управления производственно-технологической комплектации «Смоленская АЭС» Владимир Дзядзин, заместитель директора школы номер два Елена Ямникова, воспитатель детского сада «Мишутка» Лидия Иванькина и инженер по охране окружающей среды АО «Атомтранс» Юрий Остриков. В этом году у Всероссийского музыкального фестиваля имени Михаила Глинки «Юбилей» он проводился в 60-й раз. Музыкальные праздничные мероприятия состоялись на площадках Смоленской областной филармонии, Смоленского драматического театра, а 4 июня – и в родовом поместье композитора Новоспаска. На праздники побывала наша съемочная группа. О том, как прошел он в музее-усадьбе – в нашем следующем сюжете. В этом году фестиваль посвящен 213-й годовщине со дня рождения композитора. В этот праздничный день в родовом имени Глинки было необычайно многолюдно. Здесь собрались почитатели таланта нашего знаменитого земляка. С самого раннего утра на территории музея-усадьбы царило радостное оживление. Прибывших на праздник встречали фольклорные коллективы, звучание народной музыки и прекрасная природа Новоспасского. По уже сложившейся традиции в торжественной обстановке почетная делегация и гости возложили цветы к памятнику Михаила Глинки. Посетители Новоспасского стали участниками особо значимых многочисленных праздничных мероприятий. В основном это презентации различных выставок, посвященных великому русскому композитору. Все желающие смогли побывать на экскурсиях по единственному на сегодняшний день мемориальному музею. Настоящим украшением праздника стало выступление творческих коллективов Смоленщины. С особым воодушевлением гости фестиваля восприняли выступление на открытой эстраде-усадьбе Смоленского русского народного оркестра имени Дубровского, ансамбля народной песни славяне Смоленской областной филармонии и выступление Государственного оркестра русских народных инструментов «Интелица» город Санкт-Петербург. «Интелица» город Санкт-Петербург. В общем, огромную радость. Среди посетителей усадьбы было много и десногорцев. Жители нашего города – частые гости музея. Скажите, как часто приезжаете на фестиваль? Стараемся каждый год. Что привлекает, что любите здесь больше всего? А просто отдых, люди, обстановка такая благоприятная. И поиграть можно, концерт послушать. Общественная организация «Совет женщин» города Десногорска ежегодно организует поездки для многодетных в село Новоспанское. С многодетными семьями мы с утра уже посетили с экскурсии в музей-усадьбу. Всех, кто побывал хоть раз на этом празднике, от посещения родового гнезда Михаила Глинки, от общения с необыкновенной природой этих мест, переполняя чувство гордости за нашего великого земляка, за его вклад в отечественную музыкальную культуру. Смоленские молодые ученые представили свои инновационные проекты по программе «Умник». Студенты технических вузов разработали 19 новых программных и инженерных решений, которые могут применяться во многих сферах жизнедеятельности. Особое внимание привлекали проекты, уже готовые к внедрению в промышленное производство. Авторы лучших изобретений получат полумиллионные гранты Фонда содействия инновации. Напомним, что в прошлом году было отобрано 4 проекта. Двух ранее судимых ярцевчан обвиняют в хищении 5 километров алюминиевых проводов. Об их пропаже в полицию заявил сотрудник энергетической компании. Полицейские установили, что злоумышленники обесточили линию электропередач, перерубив топором силовой кабель, находящийся под напряжением в 10 тысяч вольт, и идущий от близлежащей подстанции. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. В данный момент подозреваемые задержаны за содеянное. Им теперь грозит до 5 лет лишения свободы. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 85 сообщений о происшествиях. Из них 8 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 151 административное право нарушения, в том числе и 125 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. Сдать экзамены на водительские права теперь стало проще. Вступил в силу новый приказ руководителя МВД России о взаимодействии автошкол и экзаменатора. В соответствии с этим приказом кандидаты в водители в составе организованных групп могут сдавать теоретическую и практическую части экзамена на базе автошколы, в которой непосредственно обучались. Контроль за проведением экзаменов осуществляется сотрудникам госавтоинспекции. Только вот к автошколам будут предъявлены определенные требования. Проверка первоначальных навыков управления транспортными средствами должна проводиться на автодроме. День защиты детей – прекрасный, чудесный праздник для всех детей. Как отметили его десногорские ребята с особенностями в развитии. Наш следующий сюжет. Как всегда по традиции, ребята с ограничениями здоровья отметили праздник в кафе. Сладкий стол, игры и подарки – все, что так необходимо ребенку, чтобы чувствовать себя нужным. Осуществить все это помогли Всероссийскому обществу инвалидов Десногорска, молодые атомщики, первичная профсоюзная организация «Смоленская АЭС», представители партии «Единая Россия» и просто друзья. Огромное спасибо всему-всему коллективу. Еще отдельное спасибо нашим молодым атомщикам, нашим помощникам. И профсоюзу. Не зря написано – профсоюз – это сила. Какой же банкет без почетных гостей. Пожелать ребятам хороших и ярких летних каникул и поздравить с праздником пришла начальник отдела социальной защиты населения Десногорска Злата Бриллиантова и председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова. Мы вас поздравляем с первым июня, с днем лета. Желаем вам всего хорошего, чтобы вы это лето провели очень весело и очень дружно, чтобы было солнышко и вы часто ходили на наше Десногорское море. Поэтому с праздником вас, здоровья вам, успехов, ну и, конечно, такого вкусного праздничного стола. Радовались в этой жизни, помнили, что о вас помнят. Благодаря душевной доброте большинства десногорцев праздник у ребят с особенностями в здоровье получился замечательным. Стоимость отправки писем, бандеролей и посылок с 3 июня повысится. Теперь пересылка простого письма весом до 20 граммов подорожает с 19 до 22 рублей, заказного с 37 до 41 рубля, ценного с 90 до 95 рублей. Отправить простую бандероль будет стоить 40 рублей, заказную – 60 рублей. Стоимость ценной бандероли будет зависеть от расстояния и вырасти до 25%. Эти тарифы не включают НДС. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова